всем привет с вами sargas не так давно я рассказывал о народной медицине и о целительстве и в целом о целительстве я говорил в достаточно многих видео и основная мысль была о том что целителем вы не станете о том что целитель это тяжелая неблагодарная работа и о том что целительство может нанести вред по множеству причин как саму целителю так его пациентам и у меня в почте началось бурление сначала почему-то одна из учениц которая написала курсовой проект по целительству по окончании курса общей магии для перехода на углубленный нужно написать курсовой проект она написала курсовой проект по целительству и почему-то решила что это видео о ней хотя я в видео прямо сказал что это об ученице которая занималась целительством перед тем как обучаться у меня ну ладно я это объяснил и приходит уже от той ученицы о которой шла речь письмо с достаточно адекватными рассуждениями но большой при этом просьбой постараться описать этот вопрос с точки зрения непредвзятого мага который не то что там против целителей или не то что пытается уговорить а именно пояснить все точки зрения давайте попробуем поймите правильно я ничего не имею против целителей и целительство как явление моим учителем был довольно сильный целитель и разумеется ничего плохого об этом я сказать не могу но понимаете большинство людей к сожалению идиоты если их запереть в комнате с двумя титановыми шариками они один потеряют другой сломают а вероятно еще кого-нибудь ими убьют поэтому когда речь идет о человеке который пытается с помощью магии лечить кого-то от реальных физических болезней всегда стоит держать в голове что с 85 процентной вероятностью он идиот а более того есть еще и немалая вероятность что он просто шизофреник то есть больной которому вообще к людям подходить небезопасно для людей для него самого а я общаюсь с очень многими людьми с очень большим количеством эзотерической и около эзотерической тусовки скажем так ну хотя правильнее наверное говорит сообщества эзотерического и с большинством представителей этого самого сообщества разговаривать невозможно потому что они слова в предложение с трудом складывают а каком целительстве может идти речь поэтому разумеется я предвзят конечно я предвзят со мной разговаривать человек она ну вот не буду никого обижать это не ученики это не вы это не о вас пример вы не знаете эту женщину но вот живой пример мне женщина доказывает я горит целитель я лечу людей а вы на нее смотрите а она вот ну может видели какое-то старое старое видео где там к это полусумасшедшая что-то затирала про канди боббер и то что она в нем это не значит что она женщина и что-то такое вот то есть человек просто неадекватно формулирует мысли у него ну на лицо ряд психических расстройств то есть там можно легко лечить спец учреждений по направлению и она мне говорит я лечу людей и кто-то же к ней обращается вы вдумаетесь человек там с высшим образованием идет к кому-то и платит деньги при том что его собеседник который обещает ему вылечить какую-то болезнь вообще не в адеквате и это видно но именно поэтому я предвзят вот уж простите слишком много дураков я на своем веку повидал но я не говорю что целителей нормальных нет есть но я за свою жизнь встречал ну вот на пальцах одной руки можно пересчитать количество адекватных целителей которые на реально помогали людям и и сегодня я давайте расскажу как стать настоящим целителем по просьбе моей ученицы которая этим занималась и в будущем планирует заниматься как я уже сказал моим учителем был целитель я в вопросе разбираюсь я участвовал в многих сеансах и что я могу сказать для начала представьте себе нужно стать магом вот представляете прежде чем лечить людей нужно получить огромный пласт магической теории и заниматься магией а ну прежде чем чистить людей там снимать порчи негативные воздействия думаю что вот года два это вот такой самый самый базовый уровень то есть чтобы вы начали видеть какой-то простейший негатив ну более серьезные порчи а именно там чтобы к вам обращались люди ну года 4 я вот в свое время года 4 учился каждый день каждый день практиковал не считая самостоятельной какой-то работы не считая самостоятельного обучения а я считаю началом магического обучения именно дату вступление в первую мою школу магии я вступил в школу магии потом перешел к индивидуальному учителю магии и вот это я считаю обучением то что я до этого там читал форму и прочее полная ерунда это за обучение не считается и вот систематизированное обучение нужно года четыре чтобы начать чистить людей снимать порчи изгонять сущности и прочее а а чтобы заниматься целительством но я думаю десять лет активной серьезной магической работы это такой необходимый минимум я в своей жизни ну скажем так мне приходилось помогать людям в том числе с физическими недугами но это адекватно оценивая свои силы наверное лет через десять то есть четыре года обучения плотного еще шесть лет обучения и уже работы с людьми и вот тогда я думаю можно считать что человек более-менее готов с магической точки зрения то есть он понимает как циркулирует энергия в поле у него есть опыт взаимодействия с энергетикой людей он понимает как что может на человека повлиять а у меня в комментариях про уцелительство было несколько прямо интересных идей на тему того что там вот вы чувствуете что у вас болит сердце к примеру и ваш там муж или ваша жена решают вам помочь и вливают вам в грудь энергию и вызывают рак груди как вам такая идея потому что энергия проходя через доброкачественные опухоли стимулирует их рост вот а человек с улицы который прочитал там полторы книги и пытается кого-то лечить об этом знает он вообще не представляет что такое энергия но хорошо вот допустим 10 лет вы учились 10 лет вы практиковали но понимаете в чем дело чтобы нормально взаимодействовать с физическим телом чтобы нормально взаимодействовать с физическим телом вам нужно понимать как это физическое тело функционирует кровеносная система нервная система лимфатическая система то есть по сути ваши знания должны быть ну не намного хуже чем у врача общей практики а мой учитель был директором крупной фармацевтической компании я не могу называть детали и там конкретное название должности конкретной компании но думаю вы понимаете что на такой должности на такой работе можно более-менее получить некоторые знания ну и разумеется скажем так образование в области медицины у моего учителя есть ну и было там мы давно с ней не общались у меня есть начальное медицинское образование у меня есть диплом о высшем образовании клинического психолога и то я не считаю себя целителем я не считаю что имею моральное право оказывать людям такие услуги но это не значит что вот это все закрытая часть магии что туда соваться не надо если у вас есть такая потребность пожалуйста почему бы нет и вот как можно стать целителем занимайтесь магией учитесь поступайте в школу не обязательно в мою школу не воспринимайте это пожалуйста как рекламу я при всем желании не могу научить абсолютно всех людей у меня достаточно скажем так серьезные критерии к выбору учеников и дураков я не принимаю к примеру или там сумасшедших я не принимаю на обучение ну или по крайней мере если они тщательно это скрывают я через какое-то время это выявляю их выгоняю просто потому что они могут вредить себе и окружающим посредством магии в общем найдите школу найдите учителя который будет вас учить магии и разумеется этот учитель должен сам ну там ну лет десять уж хотя бы практиковать потому что когда мне рассказывают про какого-нибудь юного талантливого мага который прочитал две мои книги и пишет уже десятую свою ну у меня это кроме ироничной улыбки ничего не вызывает помимо обучения магии изучайте строение человеческого тела получите хотя бы образование какого-нибудь медбрата как минимум но лучше всего поступить на какие-то терапевтические курсы что ли сам я такое обучение не проходил но уверен что начальное медицинское образование получить можно но поймите правильно начальное это вот вы там раны умеете перевязывать и утки выносить ну уколы может быть ставить должны быть все-таки глубокие знания о том как функционирует тело но я уже объяснил как функционируют все системы организма какие раны греть можно какие раны греть нельзя как опухоли и кисты реагируют на тот или иной вид терапии второй целитель которого я знал являлся очень хорошим массажистом остеопатом и по совместительству целителем но опять же в чем тут дело очень сложно проверить квалификацию специалиста ну то есть массажист остеопат врач по совместительству разумеется имеет знание имеет понимание но у меня кучу примеров среди учеников среди клиентов когда им подобные специалисты только вредили вот среди моих учеников есть женщина которой ну чакры и энергоканалы там чуть ли не узлом завязали у нее половина тела перестала быть чувствительной просто из-за неудачного сеанса там массажа с эзотерическим уклоном и кто в этом виноват специалист который взялся за то в чем недостаточно хорошо разбирается то есть шанс столкнуться с проблемами гораздо выше чем шанс исправить свою болезнь вот та самая ученица о которой изначально шла речь говорила что у нее были проблемы со здоровьем которые не могли решить врачи понимаю сам с таким сталкивался а у ее если не ошибаюсь свекрови были проблемы с которыми не могли справиться врачи там чуть ли не залечили в больнице то есть все стало плохо и потом у какого-то травника они медленно восстанавливали здоровье она очень просила меня этот вопрос осветить освещаю это правда ничего не имею против народной медицины в качестве дополнения к традиционной традиционной в смысле к современной но опять же вот я могу припомнить ну с десяток наверное историй когда реально медицина была бессильна когда врачи разводили руками и ехали куда-то или обращались по интернету там к специалисту и он как-то помогал именно физически понятно что там порчу медицина не исправит и с порчей разумеется нужно обращаться к магу достойному доверия но именно там не знаю грыжа какая-то инфекция опухоль бывало такое что действительно людям помогали представители нетрадиционной медицины не обязательно целители они там называют себя по-разному но как я уже сказал это десяток историй и я могу вспомнить много сотен историй когда такие специалисты наносили вред поэтому если вы поставите целью изучать медицину быть отличным врачом помимо медицинской помощи оказывать магическую помощь использовать комбинации все это замечательно приходите ко мне в школу я вас научу магии поступайте в медицинские вуз или в медицинское учебное заведение обучитесь там и потихоньку начинайте работать с людьми какие проблемы я всецело поддерживаю вас миру нужны такие специалисты их очень мало и среди сонмов шарлатанов я буду рад кому-то советовать хорошего специалиста но к сожалению люди не хотят идти таким путем не хотят долго учиться магии не хотят долго учиться медицине все хотят быстрых результатов особенно меня убило когда люди говорят что перехватить болезнь пациента это же испытание это же инициация только так мы можем понять другого человека однажды однажды в самом начале моей магической карьеры я чистил женщину чистил ее от порчи а у нее был рак это было лет 14 это было лет 11 назад вот скажите пожалуйста уважаемые зрители уважаемые ученики уважаемые читатели моих книг вы действительно считаете что 11 лет назад для какого-то там глубокого понимания чего-то там мне необходимо было заразиться энергетически раком с метастазами чтобы я сейчас все это вам не рассказывал может быть все-таки перехват это не инициация а это не профессионализм как вы считаете просто с таким же успехом можно ну скажем в инфекционном отделении не надевать средства индивидуальной защиты ну а как мы можем лечить болезни если мы ими не болели логично же как вот онколог может лечить рак если у него нет рака ну это просто идиотия и бред не воспринимайте пожалуйста на свой счет уважаемые ученики я не считаю вас идиотами как только я начну считать кого-то из вас конкретного идиотом я тут же выгоню его из школы вы об этом сразу узнаете не переживайте как только я вам сообщу я к тому что ситуация идиотская и представления эти тот кто вот вам навязывает он кретин ну посоветуйте ему пойти не знаю в наркопритон там иглами в себя потыкать может он спидом заразиться тогда лучше начнет понимать людей с тяжелыми заболеваниями и вот свои оставшиеся там семь лет жизни будет кому-то помогать суп разливать под мостом не знаю в общем я ни в коем случае ничего не имею против целителей но я имею против неадекватного подхода я имею что-то против лени бездумного подхода к магии бездумного подхода к своему и чужому здоровью отсутствие возможности нести ответственность за свои поступки и за собственное здоровье тоже поэтому пожалуйста не несите чушь хотите развиваться как целитель пожалуйста никаких проблем хотите помогать людям пожалуйста никаких проблем учитесь магии учитесь медицине и вперед только это вопрос многих десятилетий через 3-4 года вы начнете чистить людей там через 9-10 лет вы начнете их лечить пожалуйста какие проблемы вы думаете что это все так просто и быстро нет вы думаете что не будет последствий если вы в своей гордыне кому-то вредите нет последствия будут так что я постарался это осветить все о чем меня просили но я не могу быть не предвзят потому что перед моими глазами каждый день десятки случаев когда кто-то что-то неправильно сделал кто-то кому-то навредил кто-то что-то не понял не расслышал неправильно прочитал и начинается какая-то канитель саргас помогите я вам помогаю сейчас совершенно бесплатно я рассказываю как делать не надо благодарю за внимание с вами был саргас подписывайтесь на мой канал заходите на мой сайт обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии до встречи